Здравствуйте! Ну вот и пришла пора подводить итоги лета, итоги выращивания овощей. Ну и если в этом году лето было достаточно теплое для помидоров, баклажан, перцев, то огурцам пришлось туго. И особенно к концу лета начинается деформация плодов огурца, и они становятся вот такими вот неказистыми. В чем причина? Давайте разбираться. Наверное, многие заметили, что из года в год, особенно в конце сезона, огурцы становятся пузатыми. Ну вот это у меня еще не очень такой большой пузатый огурец, а еще бывают такие более пузатые огурцы. То есть у них растет вот эта вот часть, а вот там, где прикрепляется плодоножка, прекращается рост, и вот они становятся такими грушевидными. И это говорит о недостатке калия. Вот эта проблема решается, если вы делаете регулярные подкормки комплексными удобрениями, в котором должно быть преобладание калия. Вот такие деформированные пузатые огурцы могут получиться и в результате некачественного опыления. И здесь как бы две группы проблем. Если у вас растут портенокарпические огурцы, то вот такая деформация, такая пузатость получается, если грядки с портенокарпиками часто посещают пчелы, и они переносят пыльцу с пчелоопыляемых огурцов. И вот портенокарпики, хотя они и не нуждаются в опылении, но они могут опыляться, и вот это вот такое опыление приводит к пузатости огурцов. А может быть, если у вас пчелоопыляемые огурцы, из-за того, что опыление, наоборот, недостаточное, и недостаточное количество пыльцы попало на рельце, и тоже получаются вот такие вот деформированные пузатые огурцы. Ещё одна проблема – это искривлённые огурцы, вот такие загнутые кривые. Это говорит о том, что огурцам не хватает света, и это происходит в результате слишком густой посадки. Бывает, что и посадка не очень-то густая, но листья огурцов разрастаются большие, ну, например, если вы дали достаточно большое количество азота. В этом случае берём на заметку, что у вас начали появляться вот такие огурцы. Конечно, в период коплодоношения прореживать посадки огурцов не стоит, выдирать лишние огурцы не стоит, но можно убрать несколько листов, ну, не более чем 25% листочков, и осветить тем самым завязь огурцов, чтобы им было больше света. Искривлённые огурцы могут появиться и в результате дефицита питания. Часто бывает, что огородники хорошо заправили грядку перед посадкой огурцов, и на этом все подкормки кончились. А уже ближе к завершению плодоношения, даже уже начиная с середины плодоношения, огурцы выбрали все питательные вещества, которые им дали весной, а повторных подкормок нет. Многие стараются вырастить так называемый экологически чистый урожай, когда они не подкармливают вообще ничего. Вот огурцы не получатся у вас качественными, если вы не будете делать подкормки. И если вы хотите вносить минимальное количество удобрений, делайте листовые подкормки, там дозировка значительно меньше. Но и корневые подкормки не добавят вредных веществ огурцу, потому что мы подкармливаем азотом, фосфором, калием, что есть в естественном состоянии в огурцах. Начиная где-то с середины июля, начинаются холодные ночи. Холодная ночь также может стать причиной вот этого искривления плода огурца. Поэтому если у вас огурцы в стадии такого активного плодоношения, начиная с середины июля, на ночь их можно закрывать укрытым материалом. Достаточно будет либо 17-го, либо 32-го укрытого материала. Еще одна есть проблема у огурцов – это увядание верхушек. Вот это у меня огурец китайский змей. Он должен был вырастить длинным, но он вырос не очень длинным, и верхушка перестала развиваться, и здесь мы видим, что она практически засохла. Причина увядания верхушек у огурцов – это недостаток кальция. Недостаток кальция решается опрыскиванием растений кальциевой селитрой. И если у вас сильно кислая почва, ее, конечно же, нужно раскислять. Но бывает так, что огурец получает достаточное питание. Вы опрыснули даже кальциевые селитры, но все равно появляются плоды с засохшей верхушкой. Кальций растения потребляют ночью. И когда начинаются холодные ночи, растения перестают потреблять достаточно кальций из почвы, даже если в почве его достаточно. И здесь выход один – также укрытие огурцов на ночь. Вообще, вот это ночное укрытие огурцов, начиная с середины июля, решает очень многие проблемы. Во-первых, нет вот этой резкой смены ночных и дневных температур, которые также огурец очень не любит. Во-вторых, на огурец не выпадают холодные утренние роса и не провоцируют многие грибковые заболевания, в том числе и мучнистые, и ложные мучнистые росы. Ну и растения в теплую ночь потребляют полезных веществ, а в основном кальция больше, чем в холодную ночь. Поэтому возьмите себе на заметку, приготовьте укрывной материал заранее и на следующий год, чтобы избежать вот таких вот досадных ошибок в выращивании огурцов. Укрывайте их на ночь. Если у вас нет возможности каждый день ночью укрыть, утром прикрыть, укройте укрывным материалом плотностью 17 грамм на квадратный сантиметр. Это будет достаточно для того, чтобы, во-первых, снизить перепады ночной и дневной температуры, сохранить температуру ночную и защитить от холодной росы. Ну а на сегодня у меня всё. Выращиваем огурцы, а будут вопросы, пишите нам, будем разбираться вместе. Субтитры подогнал «Симон»!